Я не помню в каком году, конечно же, меня привела мама к Марии Дмитриевны, она еще занималась в ереванском подвальчике, по-моему, даже это помещение было без окон, но Мария Дмитриевна была там как фея, и мы рисовали элементарные вещи, и было очень интересно, и дальше потом она ушла в декрет. Я помню, как мы приходили к ней домой, она где-то доставала глину, перевозила, и мы лепили прямо дома, у нее интересные скульптуры, еще малышка у нее была рядом в коляске. Потом период, наверное, я какой-то не ходила, и уже пришла в 10-11 классе сюда, я рисовала всегда свое, рисовала всегда на больших листах, мне нравится большое полотно, и Мария Дмитриевна никогда не говорила там неправильно, она всегда подталкивала, может быть, я не умею нарисовать там человека, животного, но я рисую свое что-то с головы, либо срисовываю. Потом привела сюда ребенка старшего, она ходила к Марии Дмитриевне, я всегда смотрела на это помещение и думала, ну, как бы классно быть бы здесь хозяйкой и сделать там ремонтик, там перекрасить. И вот спустя, ну, наверное, лет 10 я здесь. Я уволилась со станции, работая экономистом на ЧАЭС. И в один прекрасный момент я поняла, что я живу без предназначения, я не несу ничего. То есть я работа, дом, постоянный больничный, потому что болеешь, занимаешься не своим делом. И в один прекрасный момент я, муж уезжает с детьми к бабушке, к свекрови, а я пишу заявление, потому что, ну, устала, просто устала, как бы он меня поддержал, в телефонном режиме это было все. И на следующий день мне звонит подружка и говорит, а ты знаешь, что в Акве никого нет, ты хочешь попробовать? Хотя, ну, она знала, что я рисую, хочу с детками заниматься. Мы в тот же день встретились с Таней Гребенчук, с Ниной Григорьевной, и пошли помещение это посмотрели. Оно было, конечно, в ужасном состоянии, потому что здесь никто не работал, и приняли решение с мужем, что будем делать ремонт здесь. Кстати, у меня где-то даже подчеркнуто, что в какой-то период у меня будет рождение ребенка в этот период. И вот 9 месяцев мы реально делали ремонт, 9 месяцев. Было, октябрь мы, наверное, только зачищали, ноябрь чистили. В декабре я выдохлась, я выдохлась и поняла, что здесь, ну, просто вот, ну, нереально что-то, здесь не получалось, потому что муж все время здесь проводил вечера, ночи, то есть он после дня шел сюда работать, ну, каждый день мы здесь были. И в декабре, наверное, в конце декабря мы приняли решение уехать на море. Мы отдохнули, и с января мы в бой, тут красили стены, кайфовали, приходили друзья, кумовья там чинили нам трубы, все своими силами. То есть с подружкой приходили, закрашивали стены, там, закрашивали пол, рисовали цветочки на этой стене. Все это рисовалось с друзьями, с классной музыкой, дети здесь своими руками тоже. Это весело было. Карантин мы провели очень классно, вот этот период карантина был. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что это не школа. Сюда, если пришел ребенок и устал, мы просто отдыхаем. Я не позиционирую себя как школа. Здесь приходят люди просто получить удовольствие, зарядиться. Иногда просто вот ты устал, пришел, порисовал, у тебя появилось. Хотя картина забирает много энергии. То есть когда ты в нее вливаешься туда, ты устаешь. Но когда ты этот час поработал, то есть сюда приходят и взрослые. И они получают, ну я вижу по ним, потому что я получаю вместе с ними удовольствие, когда они видят результат. Детки просто, они хотят увидеть сразу же результат. Поэтому я даю такие легкие работы. Надо сразу же. Нарисовал, забрал домой, поделился. Наверное, надо сюда прийти и почувствовать. Потому что это, конечно, вот это состояние эйфории. Когда они улыбаются, они счастливы, им нравится. Я вижу, как они шуршукаются. Когда они говорят, ой, мне так тут нравится. И вообще, это мое самое любимое времяпровождение. То есть мне, конечно, это очень нравится. То есть родители, я слышу, когда родители говорят, ой, это, ну, типа, здесь не научат рисовать какие-то, ну, там даже человека, там, ну, вообще, архитектуру. То есть мы не занимаемся. То есть, да, я не научу этого. Но я научу то, что пригодится в жизни. Благодаря Марии Дмитриевне я научилась делать в декрете заколочки своим детям. Я научилась делать потрясающие декорации для фотосессий. Я научилась украшать свадьбы, одежду. Вот я учу детей одежду, ну, то нарисовать, то рюшечку пришить. То есть, чтобы она двойная жизнь у этих вещей была. То есть то, что мне пригодилось очень в жизни. Спасибо, Мария Дмитриевна. У нас с мужем команда. Мы, спасибо, я очень благодарю, что мне вселенная подарила такого мужа. Мы, конечно, команда, которая... Мы с двумя близнецами не сошли с ума. То есть, ну, здорово, когда у тебя муж поддерживает. И ты скажешь, можно я сюда приду, просто порисую? Говорит, да. Это как мой гараж. Вот я сравниваю. Я раньше думала, как мужики уходят в гараж и проводят там целую ночь. Да, ребят, это мой гараж. Я тут кайфую просто. У меня все под рукой здесь. Когда был локдаун, я имела возможность приходить сюда и просто расстилать здесь ватманы, рисовать акриловую заливку. Здесь у меня был творческий бардах, потому что здесь сокла одна. Я не могу рисовать одну картину. То есть это для меня... Я рисую сразу 3-4 картины. То есть для меня важно, я тут чернилами, тут так, это что-то не идет, тут творческий запор. Так, побежала туда, там нарисовала. Так, ну ладно, здесь классно получилось, пускай сохнет, дальше пошла. То есть вот так, здесь очень здорово. Здесь музыка всегда и классное вдохновение. Мне просто это нравится, и все. Я не знаю, для чего это делается. Мне просто, я вижу, что кайфуют. Я, моя семья, дети, и мне от этого очень здорово. И когда такая любовь, такое настроение всегда здесь. Мне это нравится. Я живу здесь и сейчас. И все. У меня все есть. Я счастливый человек. Который человек. Доля Доля icopa. Который человек. Это Roberto не